Музыка Обожаю понедельник, мои хорошие. После зумбы я пью вот такой вот кофе. Кстати, тем, кто проживает в Турции, могу посоветовать очень вкусный кофе. Я его развожу с липками и выпиваю чашечку. После я делаю, значит, сок из грейпфрукта и граната. Ну, мне и моему Ашкему. Все спрашивают, его так зовут. Нет, его так не зовут. Это такое обращение уважительное, любящее в Турции близким людям. Мы по именам не называем друг друга. Моего мужа зовут Эндер. Меня зовут Светлана, как вы знаете. Но с первого дня нашего знакомства он называет меня Ашкем. Вы знаете, что хочу еще рассказать вам? Когда мы познакомились с ним и вот начали общаться, и вот он говорил мне, что если я назову тебя 50 раз Ашкем, то я в тебя влюблюсь. И вы знаете, что насколько он мне понравился в отношении как человек и все. Я, значит, вот так вот разговариваем, общаемся, и он мне Ашкем. И я считала. И так дошло до 50, и действительно он мне влюбился. Вот такая вот история нашей любви была. Ну, вот сейчас мы, значит, выпьем с Ашкемом этот сок, а я готовлю что-то на завтрак. Думаю, ну что придумать моему Ашкему, что придумать Ашкему. Сделаю яичницу, сосисками пожарю. И вот, знаете, что вот я, у меня два баклажана было, и я их сделаю вот салатик так, помидорчик порежу. Достаточно помидорчик, рока, и этот перец, и чесночок можно добавить. И, в общем, это очень вкусно. Он очень любит. После того, как оно так пожарится, я наколола его вилочкой, вот видите, да, и оно так внутри все пропарится хорошенечко. И после этого я, значит, положу. Ну, газ, конечно, портится сразу же, но ничего, помоем, руки есть, средства все есть моющие, почищу. И это не проблема. Вот я их потом все положу в пакетик на 5 минут целлофановый, и после этого хорошо отслаивается эта верхняя кожура. Ну, так вот, сегодня я решила показать вам видео мой будний день, с чего я начинаю свой день. День, понедельник, у меня зумба по понедельникам и средам, и я даже уже подумываю пойти в другие дни на платес. Пилатес называется по-турецки, платес, потому что действительно я очень поздно ложусь, и это ни к чему хорошему не приводит. Я встаю в 10 с силой, не высыпаюсь, но сегодня в 8 часов как робот встала, пошла на зумбу, сейчас чувствую, испытываю прилив энергии. Но все-таки вот сейчас немножечко потеплеет, и может в феврале я начну ходить еще на платы, чтобы быть всегда в форме и ложиться пораньше спать. Ну что, продолжаем наш сегодня, на канун старого нового года, надо что-то вкусненькое придумать. Я вытащила фарш из морозилки, и подумаю, что приготовить на ужин, ну и постараюсь быть с вами весь день на связи. А вот и я оделась при параде вся, потому что после зумба я очень спотела, только что приняла душ, и чтобы не было проблем со здоровьем, у меня около везде двери открыты и сквозняк, поэтому я решила одеться. И так вот, я хочу сказать, что у нас сегодня понедельник, базарный день, мы потом со школы пойдем на базар и окупимся. Ну не знаю, покажу вам или нет цены, а может потом, на самом базаре не покажу, а может и разложу все и по полочкам, и покажу все у себя дома. Кстати, вот для тех, кто проживает в Турции, это, кстати, очень вкусная колбаса. Она продается в USB, решоке, везде, да, она такая маленькая, 200-граммовая. Посмотрите, очень вкусная, как ветчина, такой вкус, потому что нету колбасы вкусной, а это нам нравится. Есть еще с индюшки, и с курицей есть вот такие колбасы. А вы знаете, как я делаю яичницу? Вот я яйца вбиваю туда, вот так вот это все делаю, а потом вот так выливаю на сковородку. Вот так вот я приспособилась. Так, ну что, завтрак у нас готов. Я так вот эту вот яичницу небрежно, вот посмотрите, я что сделала, уже аж как начал кушать. Я не добавляла сюда помидор, я просто добавила чесночок, оливковое масло и перчик красненький. Вот такая колбаска, то, что я вам сказала, такой сын я люблю. И мы, и вот мед с Грузией, и вот маслины и чай. Ну что, видите, как видите, настиралась, убралась. Сегодня именно показываю мой будний день. Аж кем пошел сам на базар, потому что пожалел мне, да, и у нас немного чего надо прикупить. И он, я люблю, купил сам. А что принесет, я вам обязательно расскажу о целях. А вот посмотрите, погода у нас, видите, какая, даже я вот разделась. Солнышко, тепло. Ну-ка покажу вам. Вот такой у нас небольшой рынок. Вот видите, с левой стороны, где я сейчас показываю, там продают разные хозяйственные принадлежности. Также пряности, сырые, оливки. А это уже идет овощи, фрукты. Вот такой вот у нас мост. Надо перейти. А здесь вот продают вот грибы, видите, грибочки. А там у нас вот продают вторичные предметы, одежду. И здесь, ну, познайте, что их Белидие, Мерия постоянно делает проверки. Вот сегодня два раза уже приезжали, у кого-то забирали вещи. Но они все равно, все равно продолжают что-то продавать. Вот в основном покупают, знаете, малоимущие, очень много сирийцев. Берут здесь вещи, цветочки там. Вот кто, что может. И рыбку продают, и со своего огорода очень много людей. Вы видите, там застирка не видно. Вот так вот. Ну, что-то их мало, потому что Мерия постоянно почему-то делает проверки. Посмотрите, какая погода с этой стороны. Солнышко, так тепло вообще. Наверное, скоро-скоро и наступит у нас весна. В принципе, днем же у нас тепло. Только по вечерам немножко прохладно. Ой, не хочется даже уходить с этого солнышка. Мои хорошие, сейчас я получила очень хорошее известие от моей дочери. Она, значит, позвонила мне и сказала, что мой зять, значит, привел мастера. И он посмотрел машину и сказал, что машину можно сделать. Ну, конечно, много чего надо очень туда. Затрат на это. И он вроде бы заработает, все сам сделает. И чтобы, мол, я не нервничаю. Я сказала, я вообще не нервничаю. Я ее вчера уже все выбросила из своей жизни. Ну, видите, когда ты прощаешься легко с чем-то, оно к тебе возвращается. Вы представляете? И я рада, что у моих детей будет машина. Но машина очень сильно повреждена. Особенно нижняя часть, где колеса, там же лопнули. Бампер, там, где масло заливать, тоже очень сильно пострадала. И еще, знаете, мне дочка сегодня сказала, что с Божьей помощью мой зять остался жив. Почему? Потому что он проехал между двух столбов. Представляете, если бы он врезался в столб, то это все. Мотор бы, говорит, бы его всевнутренности бы разорвал от удара. Но пострадало очень много и машин. Когда он ехал, какую-то машину поцарапал. И еще во дворе, когда он врезался в стену, отлетели камни и разбили там их машину хозяевого этого двора. Мерседес, кажется. И забор сейчас мой зять усиленно, усердно работает. И машину приводит в порядок, и забор нужно делать. В общем, вот такие вот дела. Представляете, как вот, ну, поумнел мой зять. Я сказала, обязательно пойду в церковь. Я сегодня хочу, вот сейчас Ашкэм пошел на базар, купит мне сыр. И я сделаю хачапури, и обязательно угощу соседей. Ну, и у них дети маленькие. Так как вы мне посоветовали, что нужно что-то сделать. Спасибо вам большое, мои хорошие. Всех люблю вас и целую. Потому что действительно вы подсказываете, как мне жить. Понимаете? Иногда я вам что-то подсказываю. Иногда вы мне что-то советуете. Большое вам спасибо. Сегодня 13 января. Цены на базаре. Испанак 3 лиры килограмм. Испанак это шпинат. Из него готовят и буреки, и с яйцом у меня на канале. Можете посмотреть. Огурцы 5 лир килограмм. Вот такие особенные мандарины. Вы видите, какие они оранжевые. Ашкэм сказал, что они стоят 3,50. Гранаты огромные. 3 лиры килограмм. Грейпфрут. По лире. Представляете, 1 лира стоит. Вот эти вот помидорчики тоже по 5 лир. Ну, и зелень у нас рока. Вот такие пучки петрушки. Полиры. И это теры называется. Ну, я не знаю, как по-русски. Так, значит, сыр он взял для завтрака. Такой, знаете, вонючий он. Не пойму, как козий. Такой запах у него. Я не так его люблю. И это вот сыр и на хачапури мне. Он напоминает, как кашар. Сыр для хачапури. Редиска и морковь 2,50 килограмм стоит. Ну, вот авокадо, я забыла вам сказать, 20 лир килограмм. Это одна штука, 6 лир. Такая огромная. Посмотрите, прямо на мою ладошу. Ой. Косточку я, естественно, посажу. Вот такие вот сегодня цены на базаре. Как я делаю хачапури. Вот я вот раскатываю вот так тесто. В середину кладу побольше сыра. Сыр я смешала кашару. У меня был такой мягкий тоже сыр. И обязательно кусочки масла в середину. Будет вкусно очень. Вот так вот. Присыпляю чуть-чуть мукой и собираю вот такую лепешку. Это грузинские хачапури. И что я делаю дальше? Раскатываю. Равномерно распределяю начинку. Тихачапури я сказала, отнесу соседям. Так как мне научили вы, что нужно что-то с теста угостить кого-то. Что мы с моим зятем все в порядке. Вот такая вот лепешечка. Видите? Я отправляю ее на сковородку. И на раскаленную сковородку кладу эту лепешку и закрываю крышечкой. Оно должно подойти. Потом переверну. Смажу маслом с двух сторон. Ну вот, мои хачапури готовы. Посмотрите, как они прожарились. Всех я обмазала маслицем. Сейчас я отнесу их, накрою вот так салфеточкой. И отнесу соседям. Спасибо вам большое за то, что вы научили мне, как нужно и что сделать. И за здравие моего зятя. Мои хорошие, на этом я заканчиваю свой блог. Сегодняшний. Почему я люблю понедельник. И какую хорошую новость я получила из Батуми. Пока-пока. С вами была Светлана Ата. Светлана Ата.